У нас уже утром, я сейчас еду поддержать Настю, немножко найдут на обследовании, ну и вообще посмотреть, что там ей скажут. Уже после этого обследования, ну, будет просто всё, что возможно, обследовано, и мы должны узнать причину, почему у неё болит живот, вот, потому что её это уже месяц, представьте, месяц мучает. Я надеюсь, что сегодня что-то уже конкретно скажут. Всё, едем уже домой, сказали, что всё у Насти нормально, ну, есть немного воспаления в желудке, но это не может такие боли давать, вот, и так и непонятно, в общем, сказали, может быть спина, может быть почка, ну, в общем, желудок и кишечник можно исключить, это не оно, вот и всё. Бан-бан допивает за Алисой молоко, смешным очень образом, он макает лапу в чашку, а потом её облизывает, потому что так достать не может. Я такого ещё не видела, чтобы коты так делали, додумался, как ему достать лапкой. Я осталась одна дома, все уехали, по привычке хочется ходить в майке дома, а холодно, кутаюсь в одеяло, вот, греюсь. Хотела вам рассказать, что пришли результаты к этой дедушке, которому мы помогаем, это не наш родственник, кто там нас спрашивал, мы ничего за это не будем иметь, никто нам за это ничего не обещал, потому что уже такие версии, там хейтеры повыдвигали, что дедушка на нас квартиру перепишет. Всё это глупости, мы просто помогаем одинокому пенсионеру, а кому ему переписать его квартиру, у него есть. У него был племянник, который недавно умер, к сожалению, но у племянника остались дети и супруга, и я думаю, что дедушка, конечно же, перепишет ему свою квартиру и правильно сделает, потому что я бы на его месте тоже её не оставляла государству, когда тебе 4 месяца надо ждать, чтобы сделать бесплатно КТ. Вот его готовое КТ мы забрали, сейчас я вам расскажу, что там написано. Я не знаю, почему ему не помогают сейчас родственники, это уже другая тема, не наше дело, скажем так. Может быть, у них там просто горе, траур, знаете, неожиданно молодой достаточно человек ушёл из жизни, у него оторвался тромб, и это вообще никто не мог такого не предсказать, не предугадать, может быть, им сейчас самим тяжело, я не знаю. Вот, мы можем помочь, мы помогаем, мы ничего за это не ждём. В общем, написано, что никаких додатковых утворень легень на момент обстаживания не выявлено, видами в виде червной порожнины тезоочаровинного простору достоверно не изменены. В принципе, никаких опухолей нет, про которые думала невропатолог, что вдруг из-за этого у него миостыния. Но у него написано, что есть гипертрофия миокарда, это я так понимаю, когда стенка сердца утолщена или что, надо почитать. И общие фиброзные изменения лёгких, то есть, ну, наверное, это после перенесённого им коронавируса. Фиброзные изменения лёгких, наверное, это тоже не очень такой лёгкий диагноз. Так что не в вилочковой железе проблема, опухоли, к счастью, нет. И, я не знаю, пойдём с результатами опять к невропатологу с ним, когда уже всё у нас устаканится, кости до конца выздоровеет. Потому что он-то, в принципе, сегодня бегает, говорит, мне уже нормально. Два дня у него было 37,2, два дня был насморк, и он сегодня уже как огурчик. Я не знаю, какой-то лёгкий, видимо, вирус. А может, и вовсе не вирус, может, он просто подпростыл. Сейчас такая погода, он же выбегает в футболочки. Я говорю, Костя, одень ты, накинь куртку. И Катя точно так же выбегает, по привычке. Выбегают раздетыми, а уже холодно. Всегда в такое время года люди начинают простуживаться, потому что с непривычки меняется температура. Меня оставили одну дома. Уехали. Получается, Настя оставила свою машину у больницы, потому что ей обследование под наркозом проводили, и мы с Катей её подвезли назад. То есть мы именно поэтому и поехали. Даже не просто поддержать её морально, а потом привезти к нам домой, потому что ей же за руль нельзя после наркоза. Она у нас дома побыла, покушала борщик, погрелась, в ванной полежала, погрелась. Мёрзнет. Слушайте, зашла за ней после обследования. Она там ещё лежала, после наркоза отходила. Ледяная, руки как у лягушки, просто холодные такие. Говорит, холодно. Ей дали какую-то простыночку. Ну, понятно, что та простыночка не спасла положение. Ей всё равно было холодно. Говорит, мама, мёрзну дома под двумя одеялами, в тёплом костюме, ну, в тёплой пижаме. Говорит, мёрзну так, что бегаю по три раза греться в ванну. Набираю, бегаю греться. Ну, это кошмар. Вообще, я не знаю, может кто-то знает, почему может быть такая терморегуляция у человека, что вот он постоянно мёрзнет, и руки холодные, и, ну, как бы кровь плохо циркулирует, или что. И давление всё время пониженное. Тоже очень низкое. Даже вот анестезиолог пришёл сегодня, говорит, для её возраста это очень низкое, 90. Верхнее давление 90. Ну, вот. Так что не знаю, что с этим делать. Не зря Настя всё время кофе пьёт. Она уже тонус поднимает немножко, давление поднимает. Во всяком случае, так считается. Серёжка сегодня к нам не придёт. Я ему сказала не приходить, потому что кучу всяких было дел. Ну, вот даже Настя на обследование. Ну, или сказала, ну, немного отдохнёт, а то она уже забыла, что такое быть одной. И вот ей тоже надо немножко личного пространства. Но она сейчас взяла и укатила вместе с девочками. Катя повезла Настю домой. Я настояла, чтобы Настя за руль всё-таки сегодня не садилась. Я почитала в интернете, что после наркоза весь день нельзя. Ну, запрещается садиться за руль. Я сказала нет, потому что ты можешь чувствовать себя уже хорошо, а всё равно будет какая-то заторможенность реакции. Нет, говорю. И Катя повезла Настю домой, а Алиса упала им на хвост, поехала с ними. В общем, все троём девчонки уехали. А Костя поехал наши ковры забирать. Они, наконец-то, готовы. Ну, и насчёт моего ноутбука. Ему там тоже что-то звонили. Сказали, сгорел чип на материнской платье. Капец, я вылила на него совсем немного воды, но он перегревался. Вот реально я чувствовала, что он перегревается. Он такой был горячий, что вот дотрагиваешься, и просто хочется оторвать руку. Настолько горячо. Некомфортно, аж подушечком пальца горячо. Вот. И я ходила к мастеру, он сказал, да не, ничего страшного. Ну, как бы включил, да, он нагрелся. Говорит, да не, сильного перегрева нет такого, чтобы он сломался. Поэтому я теперь, не знаю, вот чип на материнке полетел от перегрева или от вылитой воды. Но сказал тот мастер, что не критично, что какой-то там чип, ну, не самый основной, так понимаю, что он его заменит. Но, в общем, он сегодня вот этим занимается с моим ноутбуком. Не знаю, что там ещё заплатить надо будет. Господи, деньги нужны во все концы. То одно обследование, то другое обследование. То эти ноутбуки, не, ну, я сама виновата, что я его поломала. То енота кусил, тоже сама виновата, но тоже обошлось. Сегодня последний антибиотик выпила уже. Пять дней пила, по два раза в день. Но, но, этот антибиотик, я не знаю, каким чудесным образом я стала лучше видеть, чётче. После того, как пропила этот антибиотик. Причём дня три пропила, и я ощутила, что чёткость зрения такая стала, прям, ну, как никогда. И вот тут у меня были лимфовые узлы. Помните, у меня зуб вырывали, и вот тут вот были лимфовые узлы, всё разгладилось вообще. То есть какая-то инфекция сидела, и антибиотик её убил. Вот так вот. Так что, может, и не зря меня енот укусил. Может, этот антибиотик мне что-то в организме убрал, что впоследствии бы очень негативно повлияло. Знаете, говорят, всё, что не делается в жизни, всё не зря. Вот я себе так думаю. Наверное, не зря меня енот укусил. Ради того, чтобы я пропила этот лимфофлаксацин. Так повезло. Приехал хозяин дома и обрезал у своей яблони ветки. Вот прям свеженько. Только-только обрезал. Я увидела, говорю, можно попугая нашему взять? Он говорит, бери. Вот, притащила. Сейчас буду ошпаривать. Так, я пришла убирать на втором этаже, чтобы постелить коврик, помыть пол. Смотрю, тут Костя Прошу нарисовал. Ну, и в целом тут очень много чего есть прибрать. Да? Короче, тут уже понастроились конструктора всякого. Куча игрушек лежит. И ширма тут ещё стоит. В общем, сейчас будем разбираться. Ну, конструктор тоже надо будет оттуда переносить, скорее всего, обратно. Вот там сейчас ковёр буду стелить. Тут куча всего стоит, лежит. Алиса съездила с папой, погуляла с друзьями и приехала с Серёжей. Всё-таки не может она одна. Да, зайка? И сейчас они складывают Буунсилу. Это персонаж из Банбан, любимого Алиса. Я в руках. Суперсила. Буунсила. Суперсила Буунсила. Да. Это конструктор, который ей ещё на день рождения дарили. Помните, дедушка ей дал? Но Алиса не знала, что тут Бумбанов можно делать. Оказывается, да. Вот кто получится. Баунс. Кенгуру. А из этого получится Стингерфлим или Китизавр? Наверное, Китизавр. Потому что лапки тоненькие. У Стингерфлима нет таких. Да. А из того, кто получится? Не знаешь? Он такой разноцветный. Я пока тоже не знаю. Но эти инструкции на эти два... Неужели это жёстая? Ну, это, наверное, Селина, это жёлтая. Плитка Селина. Ну, посмотрим. Здесь нужно скачивать инструкцию. Банболинка. Это надо на ноутбуке эти делать. А тут уже есть сразу. Да. Квадратик. Лисюшка, складывай пока Буунсилу, Серёжа. Хорошо. Смотрите, по инструкции. А ты вот смотри, вот нужно сначала кружок, потом квадратик. Вон, он уже две лапки сделал. Теперки надо. Сейчас сделаем. Серёжа всегда говорит не теперь, а теперки. Это так прикольно звучит. Как будто теперь, но ласково. Теперки. Теперки. Правильно. Сейчас Олеся... Эй, Серёжа! Что? Так нельзя сидеть, не полезно. Сядь, как и я. Да, вредно даже. Это прыгок. Иначе ноги будут кривые. Да? Да. А, вот я-то на начало. Олени выкривляться будут. Если будешь вот так сидеть, Серёжа, у тебя будут ноги кривыми. Понятно? Сейчас, Олеся, ты будешь против. Это называется бабочка. Да. Упражнение такое есть. Смотри, Серёж, это называется бабушка. Наль. Бабушка. Бабочка, бабушка. Так, все правильно я взял? Так, ну я первым делом прибираю здесь на шкафчике, вот где Проша нарисован. И ставлю сюда. Это знаете, почему так много вообще всего валяется сейчас здесь? Это мы разбирали в детской комнате игрушки старые ещё. Вот нашли корабль, например, который Лиске когда-то покупали. Это Ноев ковчег, в котором животные по паре. Вот. И всё, что понаходили, сейчас сюда поставлю пока что. Проша, иди почухай. Иди почухай. Давай почухай. Ладно, отец. Давай почухай. Давай почухай. Ничего себе. ты превратишься в попугай потихоньку да вот и зрение улучшилось что-то непонятно что после укус иди только не кусайся иди давай почухай давай почухай аж лег не надо на меня садится то что-то вообще разыгрался на плечо когда садится ты боишься или ну да мало ли я теперь уже тоже всего боюсь ого он разгрыз стену а ты туда чем-то тот стекловаток блин костя выпусти меня мы нашли такой паровозик во время уборки это отпусти не держи он будет перекатываться а не надо она захочет сама подойдет а то еще испугается когда-то в одессе покупали когда алиса еще было три годика тебе было когда мы его покупали боже три года назад нашли собрали запустили останавливать да 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 крадется что мурка интересно не кричи только так а а а а а а а а а мой тазик проехался по моему тазику а а а а рожа тебе лес принесли а ты видал видал яблочные ветки яблони о лес целый прош реакции прош ты рад прошу ты рад Серёжка собрал бы он в силу У него получилось И поехал уже домой Потому что завтра в школу И уже пора было ему Вот, классно А я уже поразбирала тут игрушки Но ещё продолжу завтра Это ещё далеко не всё Ещё надо будет мыть этот весь конструктор Переставлять его Полы ещё хочу со средством пройтись помыть Перед тем, как тут стелить ковёр В общем, когтеточку ещё тут надо вымыть Ещё много дел Это так пока начало